Они толком ничего не могут объяснить. Что и кому он должен, Антон Евстигнеев понял не сразу. Подвел знакомый, взял кредит на его имя. Потом Антону стали звонить из коллекторского агентства с угрозами. Слали смс-сообщение, мой адрес вообще, и родителям, и мне, и ночью, и вечером, в любое время суток вообще, неважно. Информацию об угрозах коллекторских агентств распространило и областное управление Роспотребнадзора. В ведомстве ссылаются на обращения граждан. Но юристы говорят, доказать нарушение почти невозможно, потому и наказать виновных трудно. Челябинск, по-моему, у них организация, которая занимается коллекторской деятельностью, и они свою работу с должниками снимают на камеру, для того, чтобы не было со стороны должников обвинений в дальнейшем о том, что что-то коллектор сделал не так, кого-то, не знаю, били, угрожали и тому подобное. Сам факт того, что с вас требуют возврат долга, это не означает, что это преступление, что это вымогательство. Вымогательство подразумевает насилие, угрозы, распространение какой-то информации, порочащей вас, либо причинение ущерба имуществу. А сама по себе требование, оно вполне законно. В самих агентствах говорят, обвинения в их адрес беспочвенные. Часто должники негативно реагируют даже на безобидные звонки. Иногда дело просто в неграмотности. Человек, беря в долг одну сумму, как правило, получает счета совсем на другие суммы. Естественно, у человека возникает масса вопросов. Звонки людям, доведение их до нервных срывов, ну, и это на сегодняшний день никакого успеха, кроме как негатива, не принесет. Юристы говорят, открыть коллекторское агентство может практически любой. В отличие, к примеру, от школ и больниц, они не подлежат лицензированию. Поэтому за нарушение чаще всего просто штрафуют. Кристина Трушина, Алексей Чудин, Новости, Телеобъектив.